Музыка Камеры идут То, что в нашей стране у всех увеличено Понял И испорчено Это печень А мы печенку сделаем Да, ребята Мы с Леонидом очень воспитанные Грамотные партии И я всегда Не устаю повторять Что неправильно говорить печень То, что мы едим Мы едим печенку Печень это орган А продукт это печенка Поэтому, например Я часто встречаю в ресторанных меню Телячья печень В модели Не печень, не печенка Вот Печень это у нас Что увеличено у тебя Это печень Но понимаете в чем дело У нас проблема не только с названием этого органа Проблема в том, что Постоянно Те, кто Те, у кого печень не увеличена Те, у кого печень увеличена Все жалуются на одно Я не могу сделать печенку мягкой Мягкой, да Когда я ее готовлю Она у меня получается жесткой Да Я сейчас покажу Как сделать печенку мягкой Прописываю На примере говяжья Это самая сложная, между прочим Печенка С точки зрения как раз мягкости А сохранение ее мягкости Но я пока начну, ребятки Я люблю с гречневой каши Я люблю сделать печенку в сметане В сметанке В сметанке И с гречневой кашей С гречневой кашей Я поступаю Я вам покажу сегодня подход Про гречневую кашу Немножко такой необычной Чтобы она была повкуснее Я рекомендую Начинать с лука Поджарить немного лука Мелко нарезанного Гречневую кашу Начинаем с лука Я люблю признаться гречку Но ты ее не по-питерски произносишь Я не понимаю Гречью вкусно Я не понимаю людей Которые ее Не любят Значит вот Я начну жарить лук Короче говоря Прямо в кастрюльке В той кастрюльке Где я буду варить Саму крупу Ну и теперь я могу Экономить Вот освободить из упаковки Говяжью печенку Сейчас ее на сито Солью всю кровь Потому что печенка Всегда очень кровит в упаковке Готово И сейчас я вам покажу Где у вас печень Значит видишь Леня Немного лучку я обжарил Да, да, да Но это опять Из рациональных Соображений Да, теперь я На кастрюлю Делаешь Сито сейчас Сито промываю Ага И на это сито На чистое сито Вываливаю гречку Ну я ее помыл Чтобы она Просто освободить ее От жидкости Это промытая гречка Так Теперь гречка Выкладывается Выкладывается Вот сюда Так И я ее прогреваю Немного вместе с луком Никакой воды тут ничего Нет, да Это как раз Технология Начальная Этап приготовления Ризотто Всегда такой Когда с луком Обжаривается рис А я просто сейчас Да, гречку Много погрею Она должна быть вкусной Я иногда гречку На сухую Немножко Я же сухую Чтобы она была По орехами Вот такая Знаешь Хотя сейчас модный продукт Зеленая гречка Не обжаренная Да Считается, что он Какой-то здоровый И все девки Там без ума От него Думают, что они Похудеют От этого продукта Да, это просто Не обжаренная Это не другой Какой-то сорт Правильно? Да, да Вот я гречечку Погрел чуть-чуть Вот уже вода Испарилась Ага Пришквариваться Начинает И все Теперь я прогреваю Ее немного Вот соль Горячая вода Холодная Это уж не важно Слушай, как ты соль От сахара Отличаешь На И сейчас она Себе будет На маленьком огоньке Булькать Ну, естественно Под крышкой То есть она Будет томиться Все на глаз Чтобы получилось Ну, надо Залить заведомо Немного воды Потому что там Испарилась Вода впиталась Добавь еще Можно добавить Чтобы гречка Получилась Рассыпчатая Не мокрая Вот так Ну, смотри на печенку Смотрю Вот большой кусок печенки Вот она покрыта пленкой Ее было бы хорошо Эту пленку Снять как-то Слушай, она прям так снимается Снять Это уже Большой шаг Большой шаг К тому Чтобы печенка была мягкой Вот она, видишь Слушай, она легко достаточно Снимается Да, она нормально снимается Да Никто этого что-то не делает Просто руками Без всякого ножа Смотрите, ребят Я тебе, сука Голыми руками Вырву печень Да И она уже не будет Такими сворачиваться Вот этими Да, она уже Не так скукоживается Скукоживается Да Женские ногтики Это делают лучше Да, поэтому Чем мужские Надо иметь Хороший для этого Маникюр Я тебе Всю печень Выклюю Маленький кусок Просто не так удобно Да, не так удобно Нет, ну я схватил нормально Я его за яйца Схватил нормально Схватил печень за яйца Даже без маникюра Что еще Можно рекомендовать Всем девушкам Да Где у меня нож Мой фирменный Видишь Печенка Она такая Вот такая Да Ее неудобно нарезать Она лезет из-под ножа Да Чтобы ее можно было Равномернее Достаточно ровненько Нарезать Да Потому что так неудобно Можно сделать Такой искусственный прием Можно ее Обдать кипятком Тогда Она Сожмется Немного Подфиксируется И уже Внешняя корочка У нее появится И ее будет удобнее Нарезать Да Выскользать Ускользать Из пальцев Знаете ли Приемчик Маленький Печеночный лайфхач Да Сейчас закипит вода Ее можно будет ухватить Да А я пока Буду резать лук Я могу на этой доске Потому что все равно Это будет у меня Сейчас я сделаю Сметанный соус В котором печенка Будет прогреваться Стабильный сметанный соус Который Не будет расслаиваться Сметана часто при нагреве Отскакивает Отсекается Да Такими белыми Чтобы этого не было Я сейчас сделаю Не сметану А сметанный соус Но зато сметанка Будет очень Однородной Я это сделаю Уже в другом В другом кастрюльке Значит тоже нагрев Я обдаю Как я обещал Обдаю печенку кипятком Видишь как она Немножко скажу Сворачивается Но зато Она Будет потом Хорошо нарезаться Держать форму Вот я ее Потренировал Чуть-чуть Подварилась Внешне Подварилась Но я сейчас ее пролью Холодной водой Чтобы процессы Все вот эти вот Остановить Чтобы она не доварилась Чтобы она глубоко Не прошла Да От тепла Вот если потрогать То уже Она стала Более плотной Да-да-да Ее можно как-то Зафиксировать Немного масла Я жарю лук Ес Так Ну вот теперь Видишь Смотри Да Вот она Видите Она сырая Внутри Тоненькая полосочка Чуть-чуть схватит Зато я как ее Сейчас нормально Тоньше миллиметра Да-да Ну я ее Не тонко нарезаю Тонко нельзя Иначе будет сухо Да Вот такими Шматочками Это очень хороший формат Для печенки Жареной в сметане Да Назовем это печенка Жареная в сметане Есть караси в сметане А есть печенка А есть печенка Так, а как ты будешь Стабилизировать Вот интересно А вот это я сделаю Сейчас Быстрый Кобойский Сметанный соус Угу Я сейчас Буду применять Свой Излюбленный прием Карамелизация лука То есть будешь Растушивать Немножко, да? Да, я растушиваю лук Для печенки, кстати Это очень вкусно Когда карамелизованный лук Он очень хорошо Сочетается С печенкой Вот гречка Тихонечку булькой Угу Немного сахара Как всегда Всегда Чтобы лук Лучше карамелизовался Вкуснее Красивее А я пока могу Запанировать печенку А в чем? В муке Она должна быть обжарена Слегка Ну, чтобы не переготовить Я печенку сейчас всю Вот так просолю Сразу, да? Сразу посолю Сразу немного перчика в нее Черный молотый перец Черный дробленый Дробленый, да Не молотый Потому что дробленый Сохраняет аромат Первое добавление воды Постоянно кипит чайник Сейчас у меня пройдет несколько процессов Сразу для быстроты Гречку сдвигаю Сковородку ставлю Гречка пока так Да, некоторые женятся А некоторые так А что ты помнишь? Мне анекдот сразу вспомнил Вспомнишь, что ты говорил Что-то Ваша дочь таки вышла замуж, да? Не помню Нет? Постепенно выходит А вот такое ты Маслица добавлю Вот так И мука Мука Для панирования Лук там уже Начинает чеклочать, да? Ага Опа Пошло Вот я панирую Печенку А то, что вот там, знаешь, говорят Надо бы солить муку Можно и муку солить Разницы практически нет Я просто зато вижу, как я солю Когда я солю не муку, а саму печенку На печенку мука хорошо наклеивается Ну, достаточно на этом сильном огне, да? Ну, да, я должен ее просто обжарить Обжарить, да Схватить, запечатать и так далее Вот печеночка Гуманная Надо Алену как-то Примировать как-то Спасительницу Спасибо, матушка Вот теперь лук уже карамелизован Так Сейчас возьму пакет молока Файнлайн Метовский бренд Хорошее молочко Да А теперь Мы берем только его Я посыпаю мукой Лук Прямо вот так гуманно Перемешиваю Это будет загуститель Прямо на луке Загуститель мука Прямо туда Быстро, молниенос Немного молока И размешиваю Чтобы равномерно Сейчас получить Такую молочную кашу Печенка В нужной мере Сейчас уже готова Я пока ее Отставляю в сторону Вот я получил Загущенную молочную кашу Из молока немного И теперь я сюда даю Сметану А скажи, ведь очень важно Не пережарить Насколько я понимаю Печенку? Печенку Да, конечно Она внутри еще имеет Сейчас хорошую сыринку Молочный сметанный соус В него, кстати, можно Очень гуманно Опустить лаврушку небольшую Лаврушку, да? Маленькую Это очень много Вот так Половиночку даже И вот получается стабильный Такой густой Видишь, с такими Коричневыми червачками лука Да, но никаких хлопек Ничего нет Сметанный соус Вкус сметаны есть? Хлопек нет Сол Потому что соли нету Совсем Гречка О, она рассыпчатая Уже рассыпчатая Да Я сейчас немного влаги Еще дам на дно Чтобы чуть-чуть Ее распарить побольше Она так в целом Уже меня устраивает Она сейчас потомится Здесь Потренируется Еще немного Да, ну а гречка Альденте тоже нам неплохо На самом деле Чуть-чуть Пробую Сметанный соус Оно А теперь Вот так Я снова завожу сковородку Немного подфиксирую Кровяную часть печенки Да, чтобы свернулась кровь Вот эта, которая на поверхности Сейчас немного есть Выступила, да Которая Да, да, да Вот эти вот И чуть-чуть еще Соли сюда Вот у меня Основа завелась Сковородка Сначала я, блядь, завелся Потом сковородка завелась Вслед Да А вот эти вот Прижарки Это ведь кровь С мукой смешанная Правильно? И пожаренная Это очень вкусная вещь Кровь, кстати говоря Хороший загуститель Для соусов Ни одной тряпки нет Ни одной тряпки нет И теперь Вот так вот Соус туда Аппетитно Промочивает Очень Очень Сейчас печенка Эффективно прогревается Прямо надо Сковородку Ставить на стол А, вот так Чтобы По-мужски И уже оттуда Себе там Это По-тарелкам Ну я так шучу, конечно Можно Не, а почему нет На какое-нибудь Блюдо Переложить печенку Но чтобы она Вот так была В сметане Вот она Вот она сейчас Дело уже не в этом Сразу Сразу Надо отломить Бороться печенки На ночь И спать Очень круто Вкусно Быстро Шеф Выносим тебе благодарность От лица всего нашего сообщества Спасибо, шеф Я думаю, что ребята У вас Наш канал еще не сидит В печенках А лежит Поэтому Поэтому Подписывайтесь Дальше Лайкайте Бубенцы И мы скоро У вас из печенок Выйдем Да Как глисты Мне нравится У нас в студии Нет-нет Да и прильнет Кто к стеклянной двери Так знаешь Иногда посмотришь Там Да Студия Это моя Находится в магазине метро Прямо в отдельном помещении Поэтому У меня всегда Есть хорошие продукты Да Комендант Метро Мой друг Я живу с метро Уже 10 лет Живу Не тужу Мы женимся Постепенно Да А есть у меня пинцеты Где-нибудь Нет Длинные Это не отсюда Так Началось Пинцетов я не вижу У себя В это время У меня пережаривается Печенка Это не отсюда Это не отсюда Все есть Пинцетов Нихуя нет Завели Это было виртуозно сделано Печенка Студия висела на волоске Балансировала От пропасти Сейчас бы все Улетели бы Вслед за ножами Мне кажется